Всем привет! Вы на канале Кузов Лаб и сегодня будем шпаклевать. Когда есть одно повреждение, его зашпаклевать в принципе несложно. Но если их несколько, многие ученики или начинающие маляры делают ошибку. Они начинают шпаклевать точечно каждую ямку отдельности. Так на самом деле неправильно делать, если, конечно, расстояние между ямок большое. Если у нас ямки как здесь, на нашей двери повреждения, то делать совершенно надо все по-другому. Я сейчас покажу как. Для начала я, соответственно, обезжирил уже все. Вторым этапом я беру 80-й абразив и снимаю покрытие полностью до голого металла, чтобы нам работать только по голому металлу. У меня супермашинка Штайер! Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Смотрите, я специально не отшлифовывал сами вмятины, оставил, чтобы визуально вы поняли. На этом этапе можно оценить наши повреждения, насколько они на самом деле широкие. Изначально визуально казалось, что там небольшие вроде ямки, но по, скажем, ореолу ЛКП видно, что ямки на самом деле не такие маленькие. И поэтому почему нельзя их шпаклевать отдельными как бы мазками? По причине того, что потом при шлифовке, пока мы будем тереть данную часть, мы будем попадать сюда. Соответственно, здесь будет спиливаться. Мы здесь вышлифуем, перейдем сюда, начнем здесь шлифовать, будем сюда попадать. Из-за этого здесь уже будет стираться то, что мы уже сделали ровным. Поэтому надо шпаклевку наносить на всю плоскость. И потом всю плоскость и шлифовать, чтобы у нас была одна ровная поверхность. А я доделываю наши вмятинки, очищаю до головы металла. Смотрите, я машинкой все, что смог снять, то есть осталось все равно в центре, прямо вот все равно старое ЛКП. Его обязательно тоже вычистить оттуда. Либо в ручном формате взять абразив, свернуть и выточить это все. Либо сделать это, как я, с Жужей. Такой прикольный инструмент, я называю его Жужа. На роллок у нас одевается специальный абразив, что-то типа прессованного скотч-брайта. И аккуратненько... Чем хорош этот инструмент, он практически, точнее, вот этот сам круг, он практически не вредит металлу. То есть у нас нет диких царапин, как от болгарки, например. У меня все равно пару точек осталось еще внутри, и сейчас придется абразивом это доработать вручную. И так, вот поклевку, в принципе, готово. Почему говорю в принципе? Потому что, ну, по-хорошему, конечно же, такие вмятинки все равно можно было немножечко поджистянить. Там какой-нибудь крюкой подвыдавить и так далее. Но мы сделаем вид, что мы как бы этого делать не умеем. У нас вот просто есть мятины, и нам надо их зашпаклевать. Поскольку они глубокие, по-хорошему лучше начинать с какого-нибудь заполняющего материала. Типа шпаклевки со стекловолокном. Или карбоном, например. Поэтому я хочу попробовать одну шпаклевку из бренда А1. 410-ю файбер-глаз. Это шпаклевка со стекловолокном плюс наполнителем из пустотелых пластиковых шариков. Что как бы даст мне возможность отшпаклевать от начала до конца. То есть она такая шпаклевка, что в ней нету практически пор. И я это и хочу проверить. Действительно ли это так? Поэтому ничего рихтовать не будем. Будем работать так, как есть. Смотрите, следующим этапом для того, чтобы нам не попасть куда-нибудь шпаклевкой в ненужные нам места, я их заклею скотчем. На данной детали эти места есть раз ребро и два ребро. У вас это может быть где угодно. Допустим, представим, на этой детали же так же, например, здесь где-то шпаклюется. То есть я бы заклеил бы эту часть, чтобы у меня сюда шпаклевка лишняя нечаянно не попала. Если это было бы где-нибудь здесь, я, соответственно, здесь бы заклеил. Вы, соответственно, отталкиваетесь от своей детали, от своих там ребер, и того подобного. Если у вас деталь шпаклюется из разряда капота посередине где-то, конечно же, там никуда не надо, ты никуда не попадешь. Просто если не заклеить, получится шпаклевка, которая может попасть сюда, она высохнет, ее потом придется здесь вычищать лишний раз. А так, нанес шпаклевку, если она сюда попала на скотч, пока она свеженькая, скотч оторвал, и у тебя там все чисто и хорошо. Не надо лишний раз что-то там будет шлифовать, делать риску какую-то, царапать что-то и так далее. Все, мы заклеили, я обезжириваю, и можно наносить шпаклевку. Смотрите, я пока еще с утвердителем не мешал, консистенция какая прикольная у этой шпаклевки. Очевидно, видно, что стекловолокно присутствует, но визуальное ощущение, что просто какой-то софт желтого-желтого цвета. Несмотря на то, что здесь длинное волокно, шпаклевка перемешиваться будет вполне комфортно. Давайте посмотрим. Сейчас, наверное, начнут писать, а, он неправильно перемешивает, круговыми движениями надо перемешивать, да? Давай, покажем. Все. Зафиксировал резину ногой в стороны, сюда, вперед, сюда. И раз. На самом деле, из моего личного опыта, как ты ее не перемешивай, сильно ни на что не влияет. Если, конечно, не загонять в нее конкретно пузырей, это хорошо продавливать, даже если какие-то пузыри попадают, они выдавливаются все. Практически я перемешал. Можно таким образом сделать. Сначала прям точечно ваши ямки прям с давлением хорошим продавить. Как бы заполнить их. А теперь можно уже делать красоту. Шпаклюем прям вот отверха. Вроде бы там как бы ямы не было, но все равно наносим отверха. Вот, к сожалению, у меня нету длинного шпателя. По-хорошему, прям всю бы плоскость с длинным шпателем прям опа, и вообще было бы четко. Поэтому, если у кого нету, сходите в строительный магазин и купите себе длинный шпатель. Штука офигенная, на самом деле. И надо нам тоже приобрести обязательно. А здесь оставляем сушиться на 20-30 минут и после чего потрем, посмотрим, действительно ли там нет пор. Итак, шпаклевка высохла. Рекомендую новичкам всегда проходить проявкой, чтобы видеть, выпили ли мы вмятину или не выпили, чтобы видно было, пропустили, что не пропустили. Берем длинный брусок, поскольку у нас площадь длинная. Одеваем 80-ку. У меня сотка СЕПРО. И мы начинаем шлифовать пакет. Как видите, да, там, где у нас светло, это выпиливается, ровная поверхность уже становится. Там, где темно, это еще остается вмятины. Поэтому трем дальше, поскольку у нас, в принципе, металл нигде не проявился. По поводу обработки. Довольно-таки не так и легко она трется, то есть, в принципе, как и любое другое стекловолокно. Но по спилу видно, вот если смотреть вот это место, где ровненько уже, видно, что пор нету. Там, ну, какие-то маленькие есть сейчас, но они еще подпилятся. Можно менять положение, то есть, диагональ теперь в другую сторону, например, сделать. Так, ну, здесь у нас ямка ушла. Все, ровненько стало. Остались немного поры здесь. Причем они как бы уже не ям, а именно поры. И здесь вот они, поры. Здесь еще ямка осталась. Второй раз будем протягивать. Есть как раз-таки поры побольше. Посмотрим, как эта шпаклевка будет именно с порами работать. Но прежде чем наносить второй слой, надо уменьшить риску. Поэтому берем машинку с абразивом 120-150 и уменьшаем риску. Почему нужно уменьшать риску? Чтобы в дальнейшем, если мы сейчас оставим направленную от 80-ки и нанесем на нее шпаклевку, в дальнейшем она просядет. Как бы мы не загрунтовали бы, как бы нам не казалось, на выходе после даже покраса все четко, через 21 день, когда все растворители испарятся, эти риски все проявятся. Я думаю, у кого-то, может быть, даже было такое. Это все из-за того, что не уменьшали направленную риску. Данные места можно прям принудительно, аккуратненько торцом машинки поработать. Хорошенечко обдуваем, еще разочек обезжириваем. Многие скажут, что зачем столько раз обезжиривать. Дело личное каждого, я всегда обезжириваю. Поэтому обдуваем, обезжириваем и еще раз шпаклюем. Смотрите, несмотря на то, что у нас как бы вмятина одна осталась здесь, остальные здесь как бы небольшие поры, нам правильно будет шпаклевать всю плоскость. Почему? Если мы сейчас зашпаклюем только это место и тут как бы на протяжку сделаем, нам это все равно надо будет шлифовать. Соответственно, у нас уже здесь ровно, где-то здесь ровно. Мы начнем шлифовать, и принцип такой же получится. Мы здесь вытрем, и здесь вытрем то, что было ровно. И в итоге у нас опять получится неровность. Поэтому надо основное место, где у нас была вмятина, как бы при нанесении шпаклевки, чуть расслабить давление, чтобы побольше нанеслось. А там, где у нас было ровно, мы просто делаем протяжку, чтобы у нас потом был равномерный спил. А еще, соответственно, мы хотим же, точнее, я хочу же сделать стекловолокном до самого конца и посмотреть, как у нас будет с порами. Вот у нас как раз здесь есть поры, их можно будет прямо на протяжку здесь наносить. Посмотрим, насколько это будет качественно. Субтитры сделал DimaTorzok. Есть прикольный эффект у стекловолокна. После высыхания ощущение, что он все равно остался какой-то недосохший. Послушайте. Слышите, как рука прилипает? На самом деле, не надо этого бояться. Вот абразив, видите, чистенький у меня. Сейчас опять проявочку нанесем. Видите, все чистенько, ничего не забивается. То есть, не надо этого бояться. Брать старый абразив, типа, снимать эту верхнюю пленочку. В этом ничего страшного. Просто такой эффект у шпаклевки. Просто вот что-то прилипает, но ничего не забивается. Итак, плоскость у нас уже ровненькая, хорошенькая. То есть, можно дальше уменьшать риску. Давайте посмотрим на поры. Есть ли у нас поры. Кстати, несмотря на то, что это все-таки стекловолокно, и на первой части у нас вроде были поры, сейчас насчет того, что я протягивал уже более тонко, пор я не вижу. То есть, я подразумеваю, что если мы сейчас уменьшим риску, мы можем спокойно на это стекловолокно грунтовать. То есть, не обманул у нас производитель. Вот. Если вы хотите продолжение по данному сюжету, по нашей детали, то есть, как подготовить дальше под грунт, нанести грунт, что будем использовать и так далее. Пишите в комментариях. Если это интересно, то мы обязательно снимем. Если понравился видос, обязательно ставим лайки. Кто не подписался, подписываемся. С вами был Александр. До новых встреч. Пока-пока.